Начнем выпуск чрезвычайного происшествия в центре Минска. Сегодня в торговом комплексе Арена Сити обвалился потолок. Есть пострадавшие. Съемочная группа СТВ работает на месте происшествия. И сейчас все подробности инцидента готова рассказать моя коллега Ольга Коршун. Она выходит на прямую связь со студией. Ноля, здравствуй, тебе слова. Сергей, здравствуйте. На данный момент место ЧП ограждено. И приблизиться к нему больше, чем на несколько метров мы пока не можем. И специалисты все время нас предупреждают, что на данный момент находиться в торговом центре по-прежнему опасно. На месте обрушения работают специалисты. Это МЧС и следователи. Сейчас главная задача для них установить точные причины инцидента. По предварительным данным не выдержал крепеж. И вот мы сейчас видим, что часть подвесного потолка обрушилась. Это примерно произошло в 15.50. Я отмечу, что вся информация носит пока предварительный характер. Поэтому я предлагаю послушать комментарии официального представителя МЧС. Произошло обрушение точного перекрытия на общей площади 150 квадратных метров. Далее спасатели будут проводить дополнительное обследование конструкции. Причины произошедшего будут останавливаться. На данный момент известно, что пострадал один человек. Это девушка. Ей 24 года. Она работает в цветочном магазине. На момент госпитализации пациентка находилась в сознании. По предварительным данным, она получила легкие повреждения и черепно-мозговую травму. Как нам сообщили, девушка сейчас под расписку, выписана из больницы. Она продолжит лечение дома. Стоит отметить, что в СМИ периодически поступала информация, противоречивая информация о том, что пострадало два человека, в том числе ребенок. Все эти данные не подтвердились. Официально нам заявили, что пострадал только один человек. Пациентка в сознании, пациентка адекватно беспокоит умеренные головные боли и боли в области мягкой ткани и нижней конечности. Пациентка в течение часа полностью обследована лабораторно, генологически. В пациентке выставлен предварительный диагноз сочетанная травма, легкая черепно-мозговая травма, ушибы мягкой ткани и нижней конечности. Спасатели и медики прибыли на место ЧП буквально через пару минут после того, как в эти службы поступил звонок о том, что здесь произошло обрушение. Когда конечно произошло ЧП, то в торговом центре началась паника, очевидцы выбегали из соседних торговых павильонов, они не понимали, что происходит, слышали лишь сильный грохот, стук, конечно, очень сильно волновались. И как нам признавались некоторые сотрудники торгового центра, крыша здесь протекала давно и возможно это послужило причиной столь печального инцидента. Но по-прежнему это предварительная информация, я предлагаю послушать очевидцев, которые до сих пор находятся в таком состоянии шока. Сначала произошел грохот, очень громкий, потом крики и опять повторился грохот. Все люди начали вот с этой стороны сбегаться, смотреть, что там происходит. Там оказались просто руины и просто шел дым. Вопрос такого времени, исключительно, когда она упадет, когда она снова рухнет, потому что там прям видно, что геометрия, она просто в трещинах. У нас очень часто затапливают крышу, вот прям здесь элементарно, у нас здесь бывают потопы. Как бы для меня странно звучало, это достаточно, длится достаточно долгий, потому что так времени, и с этим ничего не решается. Выходим на себя, работаем. Вот некоторые эксперты нам говорят, что в торговом центре на момент ЧП было достаточно немноголюдно, и только вот этот факт помог избежать большего потенциального количества пострадавших. Вот мы видим, что сейчас на месте ЧП работает комиссия, сюда прибыл министр по чрезвычайным ситуациям, председатель Следственного комитета, все они будут устанавливать причины вот этого обрушения. Но уже на наших глазах представители торгового центра проводили обследование дальнейшей конструкции. Вот мы сейчас можем увидеть, что подвесной потолок в этом торговом центре занимает достаточно большую площадь, и невооруженным взглядом видно, что вот в этой конструкции уже есть дальнейшие трещины. Площадь обрушения составила примерно 150 квадратных метров, это достаточно много, и я предлагаю послушать комментарии представителя Следственного комитета о том, почему могла произойти эта трагедия, и самое главное, когда мы узнаем предварительные результаты работы специалистов. Мы, конечно же, сейчас пройдем тщательный осмотр территории, изымем необходимую документацию, в процессе будут назначены необходимые экспертизы, привлечены специалисты для оценки как сложившейся ситуации, так и проектного решения. Представители этого торгового центра, к сожалению, от комментариев пока отказываются, ссылаются на то, что у них достаточно много работы и без журналистов. Кстати, торговый центр сейчас закрыт, работает только продовольственная зона, и, к слову, о том, как служится судьба этого торгового центра, будет решать компетентная комиссия, то есть закрывать его или он продолжит работу. Но вот некоторые эксперты будут настоятельно рекомендовать прекратить работу Arena City, пока не будут установлены точные причины обрушения, и пока не будет исследован буквально каждый миллиметр этой, как оказалось, хрупкой конструкции. Сергей, пока на этом у нас все подробности. Оля, спасибо. На прямой связи со студией из Arena City была наш корреспондент Ольга Коршуна. Продолжение следует...